Друзья, делайте себе чаек или кофе, как это сделал я, потому что сейчас будет небольшой подкаст на тему Дубая. Меня зовут Раиль Арсланов, автор канала Хижина Музыканта. В моем инстаграме многим понадобился ответ, сколько, что стоит в Дубае, стоит ли ехать, какие затраты, плюсы и минусы поездки, кому подходит страна, кому нет, какие сложности возникают, если ты везешь музыкальный инструмент, можно ли там снимать видео, какие законы в Дубае. Все это я сейчас расскажу, поэтому усаживайтесь поудобнее. Сам я был в Дубае целую неделю и повез с собой гитару. На самом деле я поступил опрометчиво, потому что перед тем, как везти инструмент музыкальный, не сдавая в багаж, чтобы его там не сломали, нужно, допустим, за три дня звонить авиакомпанию и предупреждать, что вы везете специальный инструмент. Иначе покупать придется, платить большие деньги за перевозку инструмента, потому что в Дубае я просто не нашел. Я спрашивал у всех знакомых в инстаграме, ни у кого нет инструмента. И сейчас вы поймете, почему, потому что в Дубае мало музыкантов на самом деле. Короче, я повез гитару. Это вот совет музыкантам, чтобы так не делать. Мне сказали, у вас слишком большие габариты, больше 130 сантиметров. Там ширина, толщина, да, высота. И поэтому придется вам заплатить примерно 8 тысяч рублей. Я пошел к информационному столику Аэрофлота и попросил, блин, помогите, пожалуйста. Вот такая ситуация мне нужна по работе в Дубае. Гитара. Женщина очень хорошая попалась, начала звонить в Москву, договариваться. Все получилось, слава богу, мне разрешили бесплатно перевести свою гитару в ручной клади и не сломать ее. Давайте пройдемся по ограничениям, минусам и законам Дубая. Во-первых, музыкантов там на улице нет, запрещено выступать. Во-вторых, запрещено снимать людей на камеру. В-третьих, вообще на профессиональную камеру нужно получать разрешение, чтобы снимать. В-четвертых, там нельзя ходить голым. В-пятых, нужно носить маску абсолютно везде, кроме пляжей и еды. В-шестых, там нельзя бухать, да и в принципе это ко мне не относится. По плюсам, что по плюсам? Офигенно красивый город, море. Самые-самые высокие в мире небоскребы, самые огромные аттракционы, самое большое колесо обозрения. Все самое-самое находится там, богатая жизнь, богатые люди и просто реально человый город. Но, что мне чуть-чуть не хватило, все понравилось в принципе. То, что не хватает чуть-чуть уюта, нету музыки, уличных музыкантов, какого-то движения. Довольно все, знаете, ровно, спокойно, стандартно. Но зато самая безопасная страна в мире считается. Очень строгие законы в Дубае, поэтому соблюдайте. Отдыхать вообще в кайф Дубае, если у вас есть деньги. Это очень дорогая страна. Готовьтесь, если это ваша первая страна, то лучше заработать побольше денег. Или лучше даже слетать сначала в другие страны, по типу Индия, Таиланд, потому что вы будете повышать свой уровень. Если вы поедете в Дубае, это одна из самых дорогих стран в мире. Потратите огромное количество денег и после Дубае вам другие страны покажутся чепухой. В принципе, если вы едете просто отдыхать, а не как я там, снимать клип, снимать ролики, подходы к людям, инструмент везете. В принципе, вообще в кайф. Деньги есть. Тратьте. Сколько я потратил? Я потратил 185 тысяч рублей, учитывая, что из этого 35 тысяч рублей я отдал оператору за день съемок. На самом деле это дешево. Я снимал клип на песню «Пока молодой». В Дубае день съемок у операторов стоит 1000 долларов. Это примерно 75 тысяч рублей. Офигеть. Цены там большие, еда дорогущая. Все-все. Съем недвижимости, одежда и все прочее. Все очень дорого, если переводить на рубли. Поэтому лучше там отключать мозг и тратить деньги, если у вас есть. Потому что, допустим, поесть маленькую шаурму стоит 50 дирхам, а это уже 1000 рублей. Но клип получился просто шикарный. Многие приезжают туда, в Дубай, записывать свои клипы, потому что это очень красивое место. Небоскребы, пустыня, верблюды, тачки, дорогая жизнь, яхты, вода. Блин, вообще классное место. Но я постарался снять, короче, не пафосный клип, не стандартный. Но у всех один и тот же клип, ребята. Ламборгини, бассейн, тёлки, бухач, да, шампанское. Мне это не нужно. Я снял пустыню, снял свой путь, музыканта и посыл. Определённый посыл, который вы увидите в клипе. Поэтому ждите. Я не жалею, что снял клип, потому что в Дубае, в принципе, снять клип может позволить себе малое количество людей. В Дубае мы встретили в один день, когда гуляли, кстати, Витю Ака 47. Я такой, иду, я-то его вообще не слушаю, в принципе, смотрю, что-то знакомое лицо, нифига себе, что, Витя, что ли? Быстенько загуглил, говорю, разделю другу, смотри, это он, походу. Он говорит, давай, давай, подходи, я подошёл, здорово, здорово. Это ты, что ли, показываю ему картинку? И он такой, ну, допустим. Сфоткались, и они пошли дальше. Оказывается, Витя тоже снимал себе клип в Дубае. И я попытался снять выпуск с подходами к людям, не получилось, потому что, во-первых, все ходят в маске в городе, обязательно нужно ходить в маске. Снимаешь только, когда кушаешь, или на пляже, или у себя в отеле. Ну, а, собственно, когда есть у человека маска, никакой эмоции там не видно. Во-вторых, можно, конечно, попробовать на пляже, но там, блин, тоже ходят полицы в гражданской одежде, которая может тебя остепенить за то, что ты снимаешь людей, подходишь к ним. Короче, очень сложно делать контент в Дубае, поэтому не рекомендую снимать какие-то пранки, ролики. Давайте пройдёмся немножко по ценам. Отель нам обошёлся на двоих в 95 тысяч рублей. Билеты 56 тысяч рублей на двоих туда и обратно. Есть разные, есть и подешевле, если сможете найти. Вот, отель, конечно, мы выбрали не совсем в том месте. По карте смотришь, всё довольно близко. Там Бруш-Халиф, море, Марина-Дубай, Пальма-Джумейра, остров, да? Но оказалось на деле, что это очень далеко, и всегда нам приходилось переплачивать, чтобы доехать до центра или хотя бы до моря на такси. Поэтому очень много денег уходило, каждый раз от 1000 рублей в одну сторону. Ну, примерно как московские цены, да? Поэтому, если выбираете, лучше выбирать возле моря. Мы-то искали с открытым бассейном, чтобы можно было плавать. В нашем отеле было всё. Качалка своя, сауна, открытый бассейн, каждый день уборка, там, чаи, кофе, всё это было. Завтрак по утрам. Что по развлечениям? Всё довольно тоже дорого. Начинается от 300-400 дирхам. Это от 6-8 тысяч рублей. Любой аттракцион. Сафари в пустыню, то, что мне больше всего понравилось. Аквапарк. Что ещё? Всякие катания на джеткидс, прыжки с парашюта, там, очень дорого. Параплайнинг, парасейлинг, да? Яхты и так далее. Также можно арендовать разные тачки, вплоть до ламборгини, как это делают многие пафосные люди. И это стоит 4000 дирхам в день, это того не стоит. Мы пошли и кайфанули только от тех мест, куда мы сами хотели. А это не стандартные места. То есть не бурж-халиф, куда поднялся, через стекло посмотрел, да? Вниз, в облака там. Постоял и вышел, потратил 5-7 тысяч рублей на это, да? И не стоит того. Я кайфанул от сафари. В мой топ-3 входит сафари в пустыне. Это джипинг, квадроциклинг по дюнам, да? В пустыне. Четвёртое – это катание на сноуборде по песку. Тоже классная штука. Офигенный ужин с шоу, фаер-шоу и танцами живота. Бум-бум. Вот что на втором месте. В последний день мы посетили самый крупный парк аттракционов под названием Global Village. Это стоит того. Кроме самих аттракционов, где мы испытали хороший такой шок и страх, вы найдёте там кучу разных национальностей. И самое интересное, что этот городок, Village, поделен на разные части, посвящённые разным странам. России, Турции, Пакистану, Ирану, Ираку. И у каждого в своей секции продаётся национальная кухня, национальная одежда. Всё присуще этому народу. Посетили раздел Америка, где я себе приобрёл вот такую вот футболочку классную. Там огромное количество людей разных национальностей, разнообразная кухня, всякие развлечения, игрушки, игры. Ты реально попадаешь в какую-то детскую сказку, где есть всё-все виды развлечений. Это просто кайф. Советую всем. Посмотреть ролик можете в моём инстаграме. И третье место я бы отдал катанию на яхте. Очень классная вещь. Арендуешь яхту. Мы арендовали самую маленькую за 500 дирхам по скидке. Это получается 10 тысяч рублей. И катались по реке Марина. И выходили в залив возле колеса обозрения самого большого в мире. Виды просто шикарные на закате. Мы сняли один фрагмент клипа тоже там. Поэтому ждите клип на моём канале Хишина Музыканта. Давайте подведём итоги, стоит ли посетить Дубай. Определённо стоит. Нужно приготовить немалые деньги, потому что это дорогой город. Минимум 150 тысяч рублей. А если хотите шикануть 300-500 тысяч на персону. Очень красивый город. Огромное количество развлечений найдёте себе по душе 100%. Если хотите снимать какие-то пранки, приколы, уличные выпуски, этот город не очень подходит для этого, поэтому учтите это. Дубай это город мечты и не каждый может себе позволить. Но если у вас есть деньги, 100% въезжайте. Следите за моими новостями в инстаграме и на канале Хишина Музыканта. На ютубе скоро выложу клип. Задавайте вопросы, подписывайтесь и давайте путешествовать. Это очень круто. Всем пока.